АНУШ СИМОНЯН Правительство министр обороны Сурен Попекян отметил, что оперативная обстановка на армяно-азербайджанской границе на данный момент считается относительно спокойной. Прошлой ночью соблюдался режим превращения огня. Могу отметить, что вооруженные силы продолжают выполнять поставленную перед ними задачу, сказал Попекян. Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, в ходе которого премьер-министр Никол Пашинян коснулся ситуации, сложившейся вследствие агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении. Он подчеркнул, что во всех инстанциях и всеми возможными средствами необходимо поднять позицию Армении о том, что вооруженные силы Азербайджана должны немедленно покинуть суверенную территорию Армении. Премьер-министр также заявил, что на сегодняшний день число подтвержденных жест составляет 135. К сожалению, мы знаем, что эта цифра еще не окончательная. У нас также много раненых, сказал Пашинян. Министерство обороны Азербайджана обновило список военнослужащих, погибших в результате военной агрессии против Армении. По официальным данным, с 12 сентября погибли 77 военнослужащих вооруженных сил Азербайджана. Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Армении, посетили Джермок, ознакомились с масштабами ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре города в результате нападения Азербайджана и на месте получат информацию об оперативной обстановке. Среди дипломатов, посетивших Джермок, послы Нидерландов, Великобритании, США, Франции, ЕС, Китая, Аргентины, временно поверенных делах Грузии, представители посоль других стран, военные Аташе. Начальник генерального штаба вооруженных сил Республики Армения Эдуард Астрям встретился в Джермоке с представителями дипломатического корпуса. Пропавший вчера в селе Неркинан спасатель МЧС, с которым была потеряна связь, оказался в плену. Позже он был обменен на пленного азербайджанца. Новость подтвердил пресс-секретарь Минобороны Арам Тарасян. Следует отметить, что 15 сентября спасатели МЧС в составе группы выехали на территорию села Неркинан Сюникского района для возврата тел погибших. Часть группы вернулась, однако связь с одним из спасателей группы оборвалась. Европейский суд по правам человека обратился к Азербайджану с запросом в отношении одного идентифицированного и остальных пленных, фигурирующих на видео. Об этом сообщил представитель Республики Армения по международно-правовым вопросам. Мы продолжаем работу по идентификации армянских военнопленных с партнерскими структурами, результаты которой регулярно дополняем своими заявлениями, направляемыми в Европейский суд, говорится в сообщении. Направленная в Армению передовая группа ОДКБ займется выработкой предложений по деэскалации ситуации в регионе. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в пресс-службе Объединенного штаба организации. Накануне стало известно, что миссия ОДКБ направляется в Армению для того, чтобы на месте проанализировать обстановку и разобраться в причинах конфликта Армении и Азербайджана и найти пути его решения. При этом начальник Объединенного штата генерал-полковник Анатолий Сидоров 15 сентября уточнил, что ОДКБ не собирается направлять военный контингент в Армению. Он отметил, что главы государств организации договорились решать проблему политико-дипломатическими методами. Президент Республики Арцахара и Коротюнян и делегация Национального собрания встретились с католикосом всех армян Горегином II. Об этом сообщает Главное информационное управление аппарата президента. Были обсуждены вызовы, стоящие перед Арменией и Арцахом в нынешней ситуации, агрессии Азербайджана в последние дни и существующие угрозы. На встрече была подчеркнута необходимость консолидации всего национального потенциала и совместных всеармянских усилий для разрешения сложной ситуации и восстановления прочного мира. Президент Республики и парламентария отметили важность государственно-церковного сотрудничества, особенно миссии Армянской апостольской церкви в укреплении национального единства. В ходе встречи речь шла о деятельности Арцахской епархии и программах, направленных на укрепление духовной жизни и о роли государства в этом контексте. Председатель фракции «Гражданский договор» Айкон Джорян, секретарь фракции Артура Ванисян, председатель постоянной комиссии национального собрания по государственно-правовым вопросам Владимир Вартанян, председатель постоянной комиссии национального собрания по вопросам обороны и безопасности Андрани Качарян приняли в парламенте депутатов Арцаха. В ходе встречи обсуждали ситуацию, сложившаяся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, текущие вызовы вокруг Армении и Арцаха. Подчеркнута важность всенародного единения и солидарности в противодействии внешним вызовам. Для республики Арцах существуют насущные красные линии и есть неподлежащие обсуждению темы. Об этом на своей странице в Facebook написал государственный министр Артак Бегларян. Арцах является сторонником мира, но доказал, что может бороться за свои права, отметил Бегларян. Вот уже два дня на площади Возрождения проходят митинги, участники которого выступают с усаждениями агрессии со стороны Азербайджана, требуют от властей в открытую говорить с народом и предпринимать конкретные шаги. На площади Возрождения собираются как молодые, так и пожилые люди, веря в будущее Арцаха, а также представители законодательной и исполнительной ветвей власти. Председатель Национального собрания Артур Тавмастян представил итоги встреч президента страны и депутатов Национального собрания Республики Арцах в Республике Армения. Заверяет, что без учета воли народа Арцаха никто не имеет права подписывать документ. Это все главные новости на сегодня. Всего доброго, до свидания.